Он однажды все-таки оставит пост президента. Каким бы вы хотели видеть нового президента России? Таким же, как Владимир Владимирович Путин. Вот таким же. Ну, примерно таким, как Путин. То есть он должен продолжить нынешний политический курс? Да. Чтобы пенсию вернул в 55 лет. А кто хочет, пусть работает до 100. Чтобы у меня альтернатива была. Политического курса. Пока мы идем вроде как все правильно. Надежды ни на кого нет, только на него. Я так думаю. Уж он это начал, пусть доводит до конца, а потом уходит на покой. Спасибо большое. Вы хотели бы что-то добавить? Нет. Каким бы вы хотели видеть следующего президента России? Как Владимир Владимирович Путин? Путин однажды все-таки уйдет в отставку. Каким вы видите следующего президента России? А это страна обречена. Ну, вот, понятно, что здесь надо сделать скидку на политически одобряемые ответы. Но, тем не менее, вот, если верить этому вопросу, то на пять зомбированных приходится только один здравомыслящий. Я полагаю, что, в общем-то, страна в том виде, в каком она есть сейчас, и в этих границах, она, видимо, все-таки обречена. Причем, когда речь заходит о конкретике, не в целом, а об обстрахных каких-то вещах, таких как политический курс, кого президента, это понятно. Это, так сказать, вещи, ну, в известной степени политические, то есть, люди, так сказать, не очень охотно отвечают на эти вопросы, а если отвечают, то дают политически одобряемые вопросы, ответы. Но, когда речь заходит о конкретике, то все хорошо понимают, в каком конкретном месте мы находимся. И никакое вранье правительство тут не помогает. Зарплата в стране 73 тысячи рублей. Это неправда. Средняя 70 тысяч нет. Средняя где-то 1025-30. Средняя. Ну, не 70. 30-35. Только на продукты будет, и на коммуналку, и все. У нас такой зарплаты нет. Ну, у нас средняя зарплата около 20. У меня мрот. Заработная плата. Ну, сейчас мрот 19-240. Вот так есть. Больше нету. И пенсии 13 тысяч у меня. Поэтому и работаю, потому что пенсия маленькая. Средняя зарплата 20 тысяч на ваш шахтинский парень. Чтобы вот депутатам, которые там эти законы принимают, чтобы вот у них зарплаты были два мрота. Вот два мрота. Это самое то, что надо. Не полмиллиона, а два мрота. Вот тогда было бы хорошо. Они бы тогда понимали, как люди живут. Квартира, машина. Это признак роскоши. Люди прекрасно понимают, что власть им врет. Прекрасно понимают, что жизнь плохая. Иногда невыносимая. Но менять ничего не хотят. А власть, тем не менее, придумывает все новые и новые гадости. Вот, например, в «Единой России» уже договорились до трудовых лагерей. В строительной отрасли около 30% не заполнены от мест вакансий. Считаю, что у нас в Томской области вообще нет сегодня безработицы. Но люди, о которых вы говорите, они приходят, им нужна отметка. Значит, и они идут к вам в фонд занятости и, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было. Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь, если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? Не хватает. Особенно зимой, когда идет прогрев бетона. Но я вам скажу, у меня сегодня инженерно-технический состав практически вот ходит, соединяет эти провода энергетики и дежурит, чтобы прогреть бетон. Зимой особенно. А у нас зимы-то, простите, 6 месяцев. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются вот государственной поддержкой, но они просто, ну, значит, извините, ну, тунеядцы, они, извините, черви на нашем теле. Я просто хочу напомнить, что это была депутат от Единой России Екатерина Сапканюк. Это Томское законодательное собрание. Совсем еще в недавнем прошлом, еще в нулевые годы, даже в нулевые путинские годы, это был Томск. Это был один из самых, это вообще студенческий университетский город. Это город очень вольнолюбивый, невероятно талантливый, креативный город. Ну, вот что с ним сделали, когда вот здесь возникает идея трудовых лагерей. Значит, сначала трудовые лагеря, потом концентрационные. То есть, на самом деле, нет предела фантазиям и грезам депутатов, тем более вот таких вот, как эта дама из Единой России. Вообще, вот тот гигантский прыжок в пропасть, который совершили отдельные регионы, имеется в виду политическая часть этих регионов, то, что было в Томске даже в нулевые, в 90-е, в нулевые годы, это, конечно, и сравнить с тем, что сейчас происходит, это просто невозможно. Особенно вот в таких вот регионах, как тот же самый Томск, как Санкт-Петербург, в конечном итоге, Ростов-на-Дону. То есть, это были регионы, в которых политическая жизнь бурлила и кипела. Но вот то, что сейчас происходит, мы видим. Ростов-на-Дону.